I have ways of blowing things off. И поняли, что я все-таки переиграл. С одной стороны, да, я переиграл. С другой стороны, все-таки та серия была первой, потому что она получилась чертовски веселой. И это был как раз тот самый первый экспириенс, который я обычно и пытаюсь показать на канале. Так как мы переигрывали, это было далеко не так весело. Естественно, не было никакой туалетной резни, потому что к туалету я просто не пошел. Там нечего лутать, и я не понимаю, зачем нам убивать того чувака. Получается, на том участке карты у нас агрессивных было совсем немного. Была тетка за кузницей, которая нас в прошлый раз так хорошенько огрела. Была тетка в темном уголке. Был дурачок с большой деревяхой. Это, по-моему, то ли один из первых, кто на нас напал, или второй. Чувак в сортире, да, но мы к нему не пошли. И вроде все. Все, вот это было четверо агрессивных товарищей. И потом у нас после чекпоинта получилось, что было двое агрессивных. Один разложившийся и одна тетка с топором. У нас не особо что поменялось по раскладу. Компас я в прошлый раз не нашел, но я потом посмотрел на записи, я его просто пропустил. Проходя второй раз, я его именно уже нашел. Получилась редкая штука. У меня есть шапка. Шапка. Что довольно редко. По-моему, на первом этаже я раньше шапку ни разу не находил. И первый раз, когда мы находили шапку, она была у нас на втором этаже. Так. Это мы сейчас выходим в пещеры. Пойдемте. Мы их тогда плохо очень исследовали. Я один раз упал. Ну, я имею ввиду про прошлое прохождение. Кто не видел, ребят, смотрите. Есть ссылка, есть плейлист, есть все. Я пошел, свалился, решил, что там невозможно пройти. Потом, извините. Да. Так вот, потом мне в комментах написали, чувак, ты что? Там была четкая дорога, но я туда уже не ходил. Вообще, первый уровень у нас наименее исследованный из всех. Потому что тогда мне было очень жутко здесь ходить. Я боялся, что со мной случится. И хотелось просто хоть чуть-чуть пройти дальше, хоть чуть-чуть посмотреть. Вот. Ну, теперь... Кстати, вот дорожка. Да, я ее вижу. Надеюсь, мой компаньон не упадет никуда. По-моему, вот здесь вот я уже ни разу не был. Или мне кажется? Посмотрим. В общем-то, мне просто что сказали. Это я запомнил. У меня очень странная память на комменты. Некоторые комменты я читаю, и они у меня вылетают. А некоторые западают в голову. Получается, коммент, который я вам сейчас скажу, я его прочитал больше, чем полгода назад. Но я запомнил. Я говорю, что в конце этой дорожки там есть кое-что интересненькое. И стоит по ней сходить, и стоит это посмотреть. Потому что, вроде как, там интересно. Тут какое-то ведро, кстати, чье-то. Погодите. А это... Мне не сюда, случайно? Нет, сюда я пойти не могу. Как бы не упасть, как бы не упасть. Пожалуйста, не упади, чувак. Ведро. Ладно, я его переложу. Нет, погодите. Сюда мы тоже пойти не можем. У меня все-таки какое-то ощущение, что мы где-то поворот пропустили. Ну, если не поворот, то... Так, ведро пока что сюда. Вот же. Это разве не дорога здесь? Мне все-таки кажется, что... Нам не сюда никаким образом. Я вот... Пытаюсь провести нашего чебурека, но не могу. Или может как-то... Он так спокойно забирается, горный козел. Я упаду сейчас. Упаду, упаду, упаду. Черт. Вот это вот выглядит, как вход куда-то. Но опять же, я не могу сюда зайти. Я пытаюсь завести персонажа. Но не могу. А куда мне тогда? Это место выглядит, как тупичок. Тут поднять я ничего не могу. Встань, пожалуйста. Ау. Ну, мы пришли к ведру. Как бы это плохо не звучало. Как там? Вот так? Не, погодите. Почему я не... Я раньше мог шлем одеть. Сейчас он мне не разрешает этого сделать. В ведре вроде как ничего не было. Может вот этот камень? О, камень можно убрать. Погодите, может тут что-то закопано? Блин. Дружище, погоди. Да ну не падай ты. Да хорош. Ну, то есть ведро можно было подвинуть. И камень тоже можно было подвинуть. Или... А, погодите, тут можно пройти... А, тут можно пройти дальше. Ух ты, привет. Окей. Это что-то новенькое. Эти камни можно двигать. Может под ними что-то есть? Этот я не могу уже двигать. Вот этот еще могу? Да, я здесь точно не был. Здесь чей-то труп. Чей-то... Что это? Костыль? Костыль? Погоди. Камень. Скелет тела, да. Я могу даже... Ну, там в нем ничего нету, но я могу его полутать. А ты кто такой? Костыль. Простой деревянный костыль. Доски. А, это что, тайник что ли? Погоди. Ох ты ж, йоаа. Это сундук. Здесь горн. Уж не знаю, зачем он мне, но раз он здесь, я его возьму. Ох ты ж, кинжал. Изящный. Посмотрите, какой режущий и проникающий урон. Какой баланс. Блин, вот это оружка. Посмотрите, тут режущий два. И посмотрите, тут режущий. На целую единицу больше. Еще и проникающий. Можно еще хорошенько тыкать. Так, сейчас надо вспомнить вообще, как тыкать. Погодите, а здесь что ты... Сундучок. Кстати. А сундучок я с собой взять не могу. Блин, жаль. Я бы взял сундучок. Тут больше ничего нету. Ну, наверное, уже все. Ну, то есть, он тут был закопан, этот сундук. Ой, погодите, погодите. Это шевелится. Это еще можно вытащить. Я вон тот не могу вытащить. Это просто камень. А вот это что? И это просто камень. Блин, круто. Круто. Спасибо за подсказку. Я уж на секундочку сосомневался, что я найду, но... Нашли. Я почему-то думал, что проход вверх, но проход оказался вниз. Но очень прикольно. Хорошо. Я надеюсь, что это все. Но если вдруг не все, то все-таки говорите. Блин, это было просто бомбически. Вот этот тоненький горный проход. Я так понимаю, что вниз все-таки сорваться это смерть, да? Так, наш дружище идет за нами. Кинжальчик очень хороший. Особенно сейчас, когда у нас нет еще врагов в доспехах и всякое такое. Кинжальчик, это прям тема. Как? Control? Нет, погоди. Alt? Да, Alt там тыкать. Хорошо. У него очень хороший проникающий урон. И он хорошо сбалансирован. Баланс у него прям идеальнейший. То есть, меня не будет от него шатать. Блин, это круто. Я расслабился, я не смотрю по сторонам. Возможно, там были еще какие-то проходы. Так, это у нас выход. Это выход или вход обратно. Мы везде вернемся, везде все посмотрим. Давайте сначала все-таки сходим сюда. Это, если я правильно помню, правильный путь, да? Погодите, тут два. Ох, тут два пути. Не путаемся, не заблуживаемся, не блудим. Так. Кстати, насчет кладбища. Помните кладбище с мощным скелетом? Это первый крутой чувак, с которым мы столкнулись. Это у нас было полторушный левел или двух с половиной левел? Так, туда нельзя вроде как. Я так понял, что факел мне будет освещать те места, куда я все-таки могу зайти. И таким образом я могу понять, нужно ли мне туда. Например, вот сюда вот я могу зайти. Ох, чертовы катакомбы. Ага, тут можно выйти в эту сторону. Тут. И, кстати, заметьте, тут вроде как никого нету. А, это все сходится к одному. Окей, отлично. Тут нету ни скелетов, ничего. Ну, то есть мы нашли одного скелета, но он был именно мертвый. И тут ходячих мертвецов нету. Вот. Супер. И мы с вами вернулись обратно в крепость. И тут у нас дверка. И тут у нас... Тюрьма. Ну, это выглядит как какие-то, ну, камеры массового содержания. То есть тут держали не по одному заключенному. Это выглядит, как будто там целое стадо народа держали. И тут ничего нету. Хорошо. Я не буду... Ой, чувак, извини. Ты из-за меня упал, я воткнулся факелом. Вот это вот немножечко, да, вдвоем бегать, вот, именно с этой точки зрения неудобно. Так, а это у нас... Открыть мы можем только с этой стороны. Окей, значит, мы как-то правильно пришли. Обязательно сейчас заглянем. Тут есть книжка. Я говорю, я не буду с точной уверенностью заявлять, где мы сейчас были, где мы не были, потому что я некоторые вообще мог забыть. Список людей, назначаемых в патруле. Одно и то же имя повторяется, подписывается и заверяется печатью снова и снова. Иногда имя внезапно исчезает и заменяется другим. Никаких причин для этого не указано. Одно и то же имя. Тут у нас пустые полочки. А это что такое? Билл, кстати. Да, я бы взял билл. Я вам уже говорил. Это хорошая оружка. Запасное. А в запасном у нас... А в запасном у нас ничего нету. Как раз вот билл у нас и будет в запасном. Чувака чуть не убило этим биллом. Так. О! Стоп. У меня... Что это такое? У меня синий этот никогда не мигал... Прокачалось! Покой! Очистите разум. Я теперь могу это использовать? Так, погодите. Что это такое? Осознание. Давайте я его сейчас прокач... Получается... Они пассивно как-то прокачиваются, да? Маскировка. Оскройте свой разум. Блин. Давайте я тогда вот это вот осознание сейчас скачну, а потом пойдем, наверное, в маскировку. Ребят, так уж получилось, что я эту серию делаю, еще не выпустив первую, поэтому, да, ваши комментарии, они очень... Ваше мнение очень важно для нас. Да, но... Это я к чему? Что я еще просто не читал ваши комменты к прошлой серии насчет магии и всякого такого, поэтому... Посмотрим. Будет это очень интересно. Пока что берем факел. Мы взяли... По одному биллу. Нормально. Доски мы его выкинем. К черту, потому что они... Так, мы, получается, пришли отсюда. Тут что-то еще было интересное. Вроде нет. Это просто тоннель. Тут у нас был столик, было заперто. Я так понимаю, что это какая-то караулка, то ли тюремщиков, то ли что-то такое. Здесь коридор, в котором... Что? Я, кстати, точно в таком же положении, как вы заметили, ни карты, ни хилки у меня не появилось, к сожалению. А я хотел бы. Вот. И я сейчас брожу по... Низы... Черт. Черт. Кто там лютует? Погодите. Тут два чувака дрались. Два чувака дрались. Это что, протез? Он его протезом лупил? Серьезно? Я сейчас вернусь, все осмотрю. Просто это было... Я не помню на самом деле, чтобы два чувака дрались, чтобы было такое. Так, у него штаны. Кожаный фартух у меня... Жилет. Кожаный фартух вместо жилета? Да, вместо жилета. Ну, получается, он лучше. Отрежущего полторушка, тут отрежущего два, и колющего полторушка. Хорошо, это я одену. А у тебя что? У тебя штаны какие-то неплохие? Штаны, кстати, да, в самом деле неплохие. Но такие же, как у меня. Хорошо. Я не помню, чтобы мы видели, чтобы чуваки дрались. И они еще друг друга протезами колотят. Так, тут сундучок, и на вид это очень прикольный сундучок. Бутс. Ох! А бутсы-то прям хорошие. Смотрите, сколько отрежущего. Они прям шоколадные, эти ботиночки-то. Очень крутые. Ладно, оно того стоило. Так. А тут больше ничего? Трубка, мыло. Серьезно? Надо будет потом на записи посмотреть. А, у нас еще и ножик неплохой, да? Режущий двушка. Режущий двушка, проникающий половинка. Погоди, чел, давай немножко обсудим твой инвентарь. У тебя вот на этом реже... Нет, не штаны, ботинки. Ботинки полтора, один полтора. Эти полтора. А, точно такие же ботинки. Значит, эти я оставляю. Спасибо. Ножик. Режущий двушка, проникающий половинка. Тут просто режущий двушка. Баланс. Ну, черт с ним. Пусть у тебя будут запасные оружки какие-нибудь. Это у нас полторушка режущий, колющий. Давайте поменяем. У него тупо покрытие, по-моему, лучше, чем у куртки. Так, хорошо. Очень неожиданное рубилово. Это у нас крайняя комната, да? И вообще тут у нас, по идее, тупик. Если вот эта комната никуда... А, это просто чья-то комната. Хорошо, хорошо. Это тупик, меня это устраивает. Пойдемте лутать дальше. Вот сундучок. В сундучке у нас... Накидка. Жилет. Лучше для мертвичины нет. Хорошо. Здесь, возможно, место стирки, ванны, купания и всякое такое. Судя по стоку... Блин, чувак из-за меня падает постоянно. Извини, дружище. Но тут такая физика. Я тут сам падаю и убиваюсь постоянно. Ну и тебя тоже задевает. Ты у нас мел и куртка. На, спасибо. Комнатки относительно пустоваты. Ну, в принципе, для первого-то этажа че еще ожидать. Так, мы хотели зайти сюда. О, привет. Еще один. Пришел нам накостылять. Это свиток? Ну-ка. Да. Э. Похоже, моя болезнь прогрессирует со времени приезда сюда. Я часто чувствую дискомфорт, словно боюсь... Борюсь с противоречивыми мыслями. Блин. Я же говорю, пришел нам накостылять. И убежал. Или он отступил. Я чуть не убил своего только что кинжалом этим. Кинжал, кстати, тема. Да черт с ним, пусть... Блин, если бы он не отвлекал моего перца, так бы... Метущаяся душа. О, у меня уровень приехал. Да пусть бегает, черт с ним. А-а-а. Так. Что я хочу качать-то вообще? Мне вообще до двуручки бы дойти, поэтому... Ложенца-мах, быстрая атака... Хорошо. Не дали мне дочитать. В ящике ничего нету. В кровати можно поспать, а? Fear and Hunger. Так, ладно. Мой темперамент продолжает меня одолевать агрессивными наклонностями, которых я никогда ранее за собой не замечал. Возможно, в этом ответ на все случившееся. Тем не менее, это пугает. Я не узнаю себя. Нужно прикладывать больше усилий, чтобы сохранять самообладание. То есть, чувак, который сюда приехал... Вот эту записку мы, по-моему, точно не читали. Я думаю, запомнил бы. О, кожаный жилет. Полторушка. Давай я возьму. Да иди сюда уже! Это у нас просто тарелка. Тарелька. Было бы просто офигенно, если бы можно было бы... Он убежал от нас... Мы, по-моему, пришли отсюда, да? Да. Он убежал от нас сюда. Теперь мы можем исследовать здесь. Тут у нас еще одна ванная. А вот это вот у нас что за местечко? С широко закрытой дверью. Ай, блин! Свой! Все, справились. Хорошо, чувак, мне красного урона не нанес. Шибанул по мне, но... Красного урона не нанес. Система свой-чужой здесь очень сильно сбоит. Я сам ему по плечу заехал разочек ножом до этого. Так, костылятель. Ну, у него ничего. Они тут с протезами, с костылями бегают. Тут явно какая-то, ну, клиника суть, потому что мы видели. Хорошо, книга. Длинный список людей, проходивших лечение часто от тяжких ран. Многие из ран, по-видимому, явились вкусами и рваными ранами. Предположительно, от нападений каких-то животных. Вот это, мне кажется, я читал, если я не ошибаюсь. Вот ключевая фраза, если я не ошибаюсь. Это было довольно давно. Вполне возможно, что я все-таки находил это место. Просто я подзабыл об этом. Тут много литературки. Деконструкция человечности. Это мы точно читали. Деконструкция человечности. Альдайра Хангса. Медицинская книга по анатомии человека в основном содержит сложные диаграммы и хирургическую терминологию. В разделе, посвященном мозгу, много подчеркнутых пассажей и обведенных диаграмм. Супер. Свиток. Их воля к жизни без тела ослабевает. Они, похоже, полностью привязаны к своим смертным останкам. Из-за слабых умов я пытался усмирить одного, от которого ничего не осталось. Но, боги, что я делаю? Это ужасно. Иногда я будто внезапно просыпаюсь, осознавая, что нахожусь в ярости, словно считаю этих несчастных ответственными за то, что случилось со мной. Это я точно читал. Вот эти записки я точно помню. Причем я их еще тогда читал, помню, на английском. Еще тогда не было русификатора. Русификатор мы только на пол игры завезли. Вот это я точно помню. Так, у нас есть проход туда, проход сюда. Опять чертовы лабиринты. Так, тут сундучков никаких нету. Фишка в том, что в прошлый раз я тут был с картой. О, открывается. Я думаю, с другой стороны. Оксель-моксель. Очень добавляет то, что чувак просто падает. Я заблудился нафиг, ладно. Так, это сундучок или где? Сундучок с ключом. Ой, погоди, это карта. Фух, наконец-то. Сколько я ныл, что у меня ее нету. И вот она у меня наконец-то есть. Хоу-хоу-хоу. Дайте сохранение. Так, ладно, карта. Э-э-э. Угу. Или не угу. Так. Вон. А, все, я более-менее... Я нашел место, где мы только что по камерам шарились. А, но я не помню, вы здесь курсор видите или нет. Так, ладно. Сейчас. Сейчас. Прямо сейчас мне... Ну, это займет еще некоторое время, пока я найду свое местоположение. Однако. А это, случайно, не комната, которая с двумя трупами? Ключик прямо от этой же дверки, да? Это комната с двумя труп... Нет, это не комната с двумя трупами. Это комната с оружкой. Ну, дубина. Нет, ребят, дубину я брать не буду. А ты кто? Ты бил? Бил, бил у нас уже есть. А ты кто? Меч! Здравствуйте! Голова-то с плеч. А вот это круто. То есть, я помню, как-то режущий два с половиной. Я как-то спорил насчет первого уровня. Возможно ли найти меч на первом уровне. Причем, смотрите, у моего кинжала режущий и колющий лучше. Ну, проникающий, грубо говоря. И баланс у него гораздо лучше. Знаете че? Я этот меч отдам нашему другальку. Я думаю, он ему... То есть, кинжал, он на короткую дистанцию, но он лучше. И он быстрее. Я уж махал этим кинжалом. Мне очень понравилось, как он машет. Режущий полторушка. Вот этот получше, по-моему, будет, да? Да, этот получше. А, это женская броня, которая... Кожаный жилет специально для женщины. Чувак, я в прошлый раз был ксеной. Теперь твоя очередь побыть ксеной. Так что, пожалуйста. Причем, опять же, этот жилет мы находили то ли на втором этаже, то ли... Блин, меч. Меч это круто. В бочонках ничего нету. Тут у нас дубина. Вот эти сандалии, они же ни о чем. Да, они вроде как ни о чем. У нас ботиночки получше будут. Хорошо. Хорошо. Этот ключ, получается, у нас только отсюда? Видимо, да. Пока я не найду меч с такими же характеристиками, или лучше, как на моем кинжале, я, пожалуй, пока что буду ходить с кинжалом. Потому что он легенький, быстренький. Надо чуть-чуть к нему привыкнуть. Но штука очень классная. И к тому же он из секретки. Раз уж на то пошло. О, длинный топор, баклер. Не, не-не-не, спасибо. Так. Окей. Какая-то ванная. И тут туалет, да? И это закрытое помещение, и там больше... И с туалета у нас... У нас будет еще одна серия с туалетными приключениями? Не? Все? Все нормально. А, хорошо. Получается. Это у нас... Стоп. Давайте вот так вот посмотрим. Тут двери нету? Нету. Некая классная комната с некой нычечкой. Сейчас попробую это найти. Грубо говоря, если мы шли с этой стороны... Вот эта колонна. Да, я понял, где я сейчас. Это... Так. Сейчас, наверное, я сделаю вот так вот. И... Карта у нас должна выглядеть... Вот так. Для того, чтобы я понимал ее. Окей. Все, хорошо. Да, строго на север. Север наверху. Все. Все, все правильно. Карта выглядит так. Теперь. Если мы здесь... Возвращаемся в острую... В острую комнату. Да, вот она, острая комната. Комната утюг. Если мы вернемся еще назад... Там у нас будет круглый проход посередине, который нас поведет... Куда? Выглядит как интересное место. Погодите. Если я через него вернусь... Сфига ли тут закрыто-то... Ну, не закрыто, а перекрыто было. Там у нас... Вот эта комнатка. Она у нас тупиковая. А, ну тут есть интересности всякие. Хорошо, что я сюда заглянул. Сундучок, в котором... Ничего, но сундучки нам сейчас обыскивать очень-очень важно. Потому что мы так и не нашли хилку на этом этаже. Напоминаю, она обязана быть на этом этаже. Вроде как по законам физики. Опять же, если... Да, блин. Если ничего не переписали в игре... На что я очень надеюсь, что не переписали. Ну, не настолько. То в игре должна быть... О! Смотрите! Видели? Ха-ха-ха! Меня чуть факел не подставил. Вот она, хилочка. Здравствуй. Блин. Не в ящике. Хорошо. Блин. По мини-черту, да? Как оно там говорится. Тогда просто суперски, что я сюда вернулся. Это мы сейчас в этой комнатке. Эта комната у нас будет тупиковая с двумя маленькими. А эта у нас будет выводить... К выводу. Через круглую комнатку с колонной мы пойдем к выходу. Поэтому к выходу нам сейчас и не надо, собственно говоря. Да, отпусти. Спасибо. Сейчас, 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 сейчас. Я... У меня еще занимает некоторое время. Да, получается, вот здесь, где мы этих чуваков-то грохнули, мы можем пойти сюда, и там у нас в конце будут две маленькие тупиковые комнатки. Я надеюсь, что тупиковые. Сейчас мы заглянем. Так, сундучок. Поезд. Сейчас, секунду, ребята. Ау. Да пройди, пожалуйста. Вот эти вот две, да. Они должны быть... А, потому что это туалет, потому они тупиковые. Там дверь вынесена в туалете. А вторая должна быть то ли ванна, то ли еще что-то, так? А, тоже туалет. А, это тот, который мы уже заходили. Вот, блин. И получается, что здесь у нас выход в центральный коридор, который переведет в... маленькую круглую комнату с колонной. Черт. Черт, 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 черт. А, ты его убил. Я просто не заметил этого чувака. Я на него налетел и не заметил. Хорошо, маленькая круглая комнатка с колонной ведет нас на выход из уровня. Это я помню. Если мы сейчас сюда посмотрим... Блин, тут вот эти вот первые карты, они просто гигантские. Отсюда мы можем пойти куда угодно. Но, при этом, нам сейчас нужно вернуться. Фух. Они, в принципе, не агрессивные. Мы просто налетаем на них. Вот в чем проблема. С чем ты ходил? С горшком. Чувак атаковал нас горшком. Нормально. Причем, да, я помню, что у нас также есть, ребятушки, с вами... Вначале мы же открыли две двери, и в одну из них мы так и не сходили. Прям туда сейчас бежать, наверное, долго. Так, погодите. У нас тут проход где-то был. Был, вот он. Так, это у нас длинная комната с туалетами. Мы сейчас ее пробегаем насквозь. Пожалуйста, не застревай. Блин, у тебя радиус разворота, как у фуры. Это мы читали. Длинный список людей. А вот это я обыскивал? Даже если нет, то там нет ничего интересного. Хорошо. Нам... Вот сюда. Пройди, пожалуйста. И отсюда нам нужно... Я пытаюсь пройти в какое-то интересное место. Вот, вот длинный коридор, это сюда? Длинный... А-а-а! Вот, это место, про которое вы мне говорили, да? Типа смертельное испытание. Пойдемте. Вы еще говорили, типа, в центре карты будет испытание, тебе обязательно нужно его пройти. Ну, там была смерть нарисована. В первый раз, когда я помню, что мы видели такую табличку, где нарисована смерть. Это у нас была яма с Чубакой. Ну, яма, в которую можно уронить Чубаку. Хорошо, я сейчас попытаюсь понять, где я нахожусь. Это у нас большая круглая комната, да? С выходом направо. Это вот она и есть. Фух, она не закрылась. Мне показалось, что дверь закрылась. Это просто наш... Вася прошел. Я забыл, как его зовут. Дэрен, Дэррол, Дэн... Дэн... Блин, черт. Так. Комнаток тут вроде как нету. Она идет по кругу, по кругу, по кругу, что ли? С одной стороны, мне карты мешают, с другой стороны, я не хочу ее закрывать, потому что уже очень... Вон тот значок смерти, он здесь не случайный был. Так, здесь есть ответвление в две отдельные комнаты. Хочу ли я сюда? Тут есть дверь, которую можно закрыть, но зачем? Хорошо, ребят, в чем здесь заключается опасность? Здесь будет что-то большое и хищное? Почему здесь дверь и почему там был знак опасности? Ха, дверь была на время. Дверь была на время, как будто мне нужно там кого-то запереть? Ну, это выглядит так, потому что вот эта дверь закрывается автоматически. Я сейчас просто думаю, стоит ли мне с собой тащить напарника или лучше было оставить его у входа? Это локация тупиковая? Погодите. Тут есть обход для запирания, тут есть проход. Так, 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 так. Чтобы он не потерялся, я оставлю его в этой круглой комнате. Жди здесь. Ладно. Круглая комната. Я к ней в любом случае выберусь. И он не потеряется. Теперь схожу-ка я туда один, потому что вот эта вот ловушка очень сильно похожа на то, что как будто мне придется там кого-то запирать. Или же... Как этот рычаг работает? Давайте посмотрим на секунду. Эти доски, они не шевелят? Да, это не доски, это подставки. Стоп. Не-е-е-ет, вы серьезно? Я это не успею пробежать, вы че? Это импосибру. Так, ладно, а если это закрыть, что мне это даст? То есть здесь же зачем-то есть решетка, зачем она? Ну-а-а-а! до свидания продолжить куда с вами сделаем погодите давайте мы с вами пойдем в другую сторону давайте мы с вами сходим сюда раз мы начали здесь я думал там через одну дверь нужно будет пройти их там три ну смысле эти ямы окей но я понял это в принципе наверное реально что ли сейчас мы с вами глянем что здесь может я тупо забыл о вова осторожно и я теперь наверное понимаю что это была ошибка с моей стороны сначала заходить в ту комнату потому что у меня там прошел автосейф теперь мне все это придется делать каждый раз если я буду дохнуть а я буду наверное отдохнуть если я хочу пройти это испытание так это у нас кисет нет спасибо намордник дружище хорошо что ты не из болтливых тут есть такие вещи которые могут бы на тебя применить если чем ну ладно ладно вопрос тогда в другом и а карта спасибо да карта у нас тоже чуть-чуть хотел свериться где мы сейчас и что у нас здесь до два раза блин тут тоже какие-то клетки что-то где-то как-то ау если ты его бить будешь я буду очень благодарен на до свидания агрессивный чувак это тот который в камзоле в жилете так жилет сапоги ну у него все вроде были менее стандартная агрессивный чувак в круглой комнате зачем мы к нему пришли наверное за вот этим три ошейника и пальто конь в пальто так но у него вроде ничего такого нету тут тоже так это у нас комната с четырьмя две об здравствуйте до свидания это случайные итоге мы пришли это то откуда мы пришли она просто подошла к этой двери ладно хорошечно тут у нас ничего нету сюда мы сходили тут мы уже все облутали получается четыре двери наверху в одну мы сходили там был чувак в полукруглой комнате пойдем следующую здесь у нас тюрьма который вроде как взял упал который вроде как ничего нету блин стоит ли мне пройти то испытание я вот что думаю насколько оно важно и зачем оно мне так рисковать тут ванная комната и скелет скелете ничего не смотри в глаза поскользнулся поскользнулся в душу да насколько в это плохо не было в ванной вроде тоже ничего нету одна лампа светит 1 нет и хилочку мы тоже ой блин сколько мы пропустили то всего черт тебя за ногу на тебе хэдшот до свидания чувак я тебя спас ох какие модные зеленые щеблетики офигеть так ладно по крайней мере мое суждение о том что напарника нужно было оставить и не идти с ним оно было верным там какие-то останки если чё это не останки останки просто не человеческие да ну не застревай пожалуйста дружище то а сундучок сундучки сапожки кожаный фартук напомните мне что у меня у меня куртка да кожаный фартук будет получше намордник намордник кормушки скелет не животного ну то есть ясно кто здесь был да за нами не гонится хорошо отхожее место так и здесь клетки ну по идее вроде тут ничего если я правильно все понимаю хорошо мы то отсюда пришли то есть там ванная там клетки там тоже клетки и здесь так любитель закрывать двери погодите а вот это что мяч а я это возьму теперь то у меня кинжала нет но я то за кинжалом схожу конечно но теперь у меня есть меч кстати а он да он тут длинный погодите точно я сейчас про это вспомнил только когда я его уже нашел я вспомнил не говорили чувак чувак агрессивный в камзоле в этой же комнате будет бочка с мечом я теперь только про это вот зачем мы сюда приходили за этим мечом мы сюда шли окей хорошо теперь мы возвращаемся получается тут у нас везде тупики вся эта локация тупиковая сюда можно прийти исключительно за вот этим мечом и за парочкой сундуков но сундуки в данном случае у нас не прокнули то есть но они были почти бесполезны с вот этим вот мечом мы сейчас несёмся вот сюда лутаем все это пространство так что я наверное сделаю ребят у нас серии так с вами подходит концу давайте мы сейчас упадем пару раз да иди пожалуйста так так отлично тут у нас есть перец который на нас заагрится очень живучий перец очень много ударов перенес тут у нас а у нас наручи появится да 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 точно которые полтора полтора который лучше чем наши да это я вспомнил интересно а дальше лут будет такой же или он будет все таки миксоваться вот у нас посылка припыла вот у нас книжечка все это может читали а просто на всякий случай пролистываю это доподлинно пока что вроде как неизвестно но вроде как за чтение тоже идет какая-то экспо ну не знаю смотрите меч тоже очень хорошо справляется сейчас мы посмотрим если эти две комнаты будут такие же бесполезные как и в прошлые разы перчатки это у нас та 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 жилетка штаны такие же как у меня я не помню этого перца у нашего есть штаны нет штаны я сейчас все это возьму тут у нас кожаная накидка о кольчужный жилет да это я конечно одену длинный нож но у него такой же есть еще одни перчатки еще одна куртка а не помню вообще в куртке сейчас и вроде в куртке так тут тоже куртка тут штаны бесполезные пустая банка сапоги так фигурку эту я возьму вот эти сапоги прихвачу блин это ванны в которой вроде как ничего не было ну тут сундучок я вот уже лутану конечно пояс я не помню пояс у меня был ну теперь в любом случае он у меня есть куртка тут за стенкой еще сундучок или за следующий или мне кажется да ванны в которой не особо чё было мы сейчас нет а куда делись вот эти ребята которые тут же двое были агрессивных я их не убивал и они на меня не выбежали это все крайне странно чувак там несется сшибая все на своем пути вот видите он туда заходит сам если мы ему не мешаем его можно сжечь типа он там становится и мы делаем вот так ну или почти вот так ну или почти вот так догорел в прошлый раз видимо мы его просто отвлекли и он не захотел гореть а в этот раз сгорел на работе хорошо я теперь доволен мы сходили за мечом мы посмотрели что там где-то а теперь ау так давайте-ка тут есть топорик кстати да топорик в принципе неплохая вещь но блин а то мне чувак до сих пор с этим ходят с дубиной ну-ка инвентарь свой инвентарь на тебе нож человеческие на тебе полторушка нет получше а перчатки у тебя тоже есть значит что я тебе дает тебе даю наручи да наручи и все получается все остальное нам не надо так давайте быстренько глянем и тогда пошли вперед давайте быстренько глянем что у нас здесь вспомнил а вот у нас до к нет никак п п покой и вот это поставим на а еще и уровень у нас скачнулся и вообще хорошо по убираем вот это тот же зомби который нас встречал в начале серии черт у нас каждый раз какая-то цикличность мы заканчиваем серию на том же моменте где мы ее начали а уровни прокачались вот это вот у нас в какую сторону в этом пойдемте сюда еще посмотрим фишка в том что я не хочу вас пожалуй утомлять перепрохождениями и мне теперь немножечко интересно что будет а вот это то же самое место фух ну то же самое мы мы просто тогда круголя дали а здесь мы пришли к этому напрямую хилочку я сейчас найду и здесь погодите это здесь была карта или нет нет и не здесь была карта это это печально ха 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 так чувак с костылем это мы просто немножечко дали сейчас круголя здесь мы выйдем а вот мы где вот этот вот у нас коридор это проход к испытанию там а так этот проход он гораздо короче вот испытание у нас здесь да 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 все я теперь понял ну нужно было просто повернуть а здесь сейчас тогда если я не ошибаюсь вот у нас острая комната и здесь будет комната с картой и тут будет карта ключ так да вот она карта хорошо вот он ключ хорошо это мы забрали ключом мы сейчас открываем вот вот эта дверь и там у нас будет вот там у нас будет второй меч вот тут он будет висеть да 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 все хорошо тут вроде ничего не было т на тебе меч в инвентарь она будет как этот чушка不了 а да у нас там была очень крутая секретка со скелетом летом я не помню находили ли мы тут что-то еще полезное округа сундучок сундучки у нас была секирка не секирка я не хочу секирку двуручную так мы получается вернули себе хилку мы вернули себе карту здесь у нас проход к испытанию а вот сюда вниз погодите тут нету вниз я запутался а вот сюда вот да мы читаем здесь вот эту книгу а это у нас извилистая комната все я понял тут горшка забр стоит извилистая комната тут у нас тоже записка тут у нас тоже книга я сюда только что как-то быстро попал как-то произошло а погодите я пошел с другой стороны открыл решетку там с другой стороны все я понял здесь у нас люди друг друга били а теперь они даже не дерутся гасе он его протезом машет все я тебе помог я его убил тут никого больше нету а тут был сундучок с чем он был таким полезным у нас с сапогами хорошими точно я вспомнил я начал потихонечку ориентироваться более-менее я думаю но мы сейчас идем со стороны встань ты пожалуйста со стороны тюрьмы но вход в тюрьму то будет закрыться стороны правильно и это мне придется обходить так это не вот эта дверь случайно по моему вот она да это у нас проход к тюрьме а нет это этого это у нас на выход все 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 круглая круглая с колонны это на выход я вспомнил вот здесь у нас проход к тюрьме тут крематорий да 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 это я кстати даже теперь по первому прохождению вспомнил это у нас крематорий тут гробы тут сжигали трупы тут кто-то все-то 5 10 я не помню в этой серии мы сюда захотели да вроде заходили то ли не посмотрел туда то ли что хорошо так ребят ладно серию то тем временем пора заканчивать и меня интересует тогда такой вопрос насущный это у нас опять длинная комната секретик со скелетом я запомню если что я за ним туда опять схожу меня сейчас интересует больше испытание стоит ли мне его проходить и так дверь не здесь здесь пожалуйста не упирайся в стенки тут у нас да тут у нас ничего мы в принципе сейчас неплохом положении у нас есть обратно и хилка и карта и ау иди сюда проход к испытанию мы нашли из этой секреточкой все-таки по карте я потом уже смогу вернуться и отсюда выйдут то есть вот эту штуку мы наверное в стороночку двигаем потому что испытание это для сильных идем сюда вот здесь вот мы говорим нашему дружу дружка лю чтобы он ждал здесь и наверное на этом будем заканчивать серию пойду я делать испытание уже в следующей серии если если я сдохну это было бы крайне неприятно пока что на этом все спасибо что были с нами всем удачи добра бобра все молодышек и всем пакета а 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 Субтитры подогнал «Симон»